И сейчас хочу для открытия самой последней нашей секции, секции про СМИ, сюда пригласить Екатерину Лобанову из MediaMetrics, которая расскажет нам, как люди потребляют новости в мобильной среде. Добрый день. Я расскажу о MediaMetrics. Если кто не знает, MediaMetrics — это новостной агрегатор, который ранжирует новости в зависимости от переходов из социальных сетей на сами новости. Проект существует чуть больше двух лет. За это время проект собирает 3 миллиона посетителей в месяц. И 3 миллиона посетителей генерят порядка 90 миллионов просмотров. У проекта достаточно большое ядро, порядка 8-9%. Это люди, которые заходят в течение недели, несколько дней, и это делают на протяжении месяца. Среднее время на сайте. Данные апреля — 12 минут, данные уже мая — 13. В современном мире информация растет геометрической прогрессией. Каждый день на нас обрушиваются тонны информации, и новую экономику можно назвать экономикой внимания, когда все между собой СМИ, приложения, игры, все прочие борются за внимание пользователя. Формат медиаметрикса, формат заголовков новостей как нельзя лучше подходит для этой экономики. За короткое время вы можете создать полностью для себя информационную картину дня. Рейтинг новостей пересчитывается каждые 10 секунд. Новости можно смотреть в разрезе часа, дня, недели и месяца. Вот, например, один из стоп-менеджеров Билайна пользуется Медиаметриксом. И для него это очень удобный сервис, потому что он не тратит очень много времени на то, чтобы понять, что происходит сейчас в СМИ и какой информационный фон. Трафик Медиаметрикса, естественно, превалирует веб-трафик в 72%, и мобильные устройства занимают 28% от общего трафика. К сожалению, не рассчитала, за диванами не очень видно. Слева вариант — это мобильное приложение, справа вариант через мобильный браузер. Как вы видите, они практически с одинаковым функционалом. Это динамическая лента, которая перестраивается в зависимости от того, как меняются переходы на каждую из новостей. Также существуют категории СМИ, сверху они отмечены кружочком. Это бизнес-категория, айтишная категория и спортивные новости. Есть курсы валют, которые также пересчитываются в режиме 10 секунд, и вы можете наблюдать динамический пересчет всех новостей. И можно выбрать фильтры сортировки новостей по времени и по регионам, по странам и по городам. Единственное, что отличает приложение в качестве плюса, — это уведомления. То есть когда появляется какая-то горячая новость, вам приходит уведомление на ваше устройство, и вы можете фактически, не заходя в приложение, читать саму новость. То есть это такой новый формат медиа. То есть само уведомление без захода на сайт, в приложение, в браузер, вы читаете саму новость. Что вообще творится с новостным трафиком сейчас? В сутки новости читают порядка 20 миллионов человек, 20 миллионов пользователей. 5 миллионов переходов генериции соцсетей на новости. Это порядка 20%. Из них 31% уже это мобильный трафик. То есть 31% из этих 20 миллионов посетителей читает новости через мобильное устройство. Это мобильные телефоны, планшеты. Очень интересное отличие пользователей мобильных устройств с операционной системой iOS и Android. Пользователи iOS гораздо чаще заходят на новости, гораздо чаще их читают, но их сессии, короче, то есть времени они тратят на это меньше. То есть очень много сессий, гораздо больше, чем на Android, но сессии короче, чем у пользователей Android. То есть пользователи Android такие, либо там все очень долго грузится, либо они очень любят читать. Мнения разделились. Медиаметрикс позволяет отслеживать, например, как развиваются новостные сюжеты. Например, я не знаю, может быть кто-то из вас помнит, в августе прошлого года был такой интересный сюжет про то, как Русское море увеличило цены на лосось в два раза. Это был звездный час агентства северо-западного информационного агентства FlashNord. В 19.43, 8 августа они напечатали новость. Компания Русское море достаточно большая. Естественно, вся эта новость тут же попадает во все мониторинги возможные. Из соцсетей новость набрала 7800 переходов. Но это был звездный час агентства, потому что все остальные новости набирают не больше тысячи переходов. Это вообще просто пик был. То есть в основном 200-300 переходов. 9 августа новость уже в полночь подхватывает Ньюсруком, получая 12 тысяч переходов. То есть СМИ борются за трафик, видят какую-то горячую тему, и ее начинают распространять. Утром уже новость подхватили Ленты.ру, Эхо Москвы чуть позже, и потом пошло цунами. То есть волной Правда.ру, Слон.ру, Дождь. Эхо Москвы потом делает уточнение. И первое опровержение пошло только в 15 часов. Опять же, Эхо Москвы печатает опровержение. В результате выясняется, что FlashNord со ссылкой на сайт блогер 51 публикует новость. Сайт блогер 51 сослался на какого-то ЖЖ-блогера, которого зовут Рыбачок. Вот так пользователь Рыбачок, который сидит под домашним арестом дома, сполошил СМИ в течение дня. И вот компания «Русское море» отдувалась. В борьбе за трафик бывают вот такие вот истории интересные. Сначала мы начали разработку, конечно, мобильной версии сайта. Для нас это меньшая стоимость разработки в первую очередь. Пользователям не нужно ничего скачивать. Один канал продвижения, то есть не нужно никаких дополнительных затрат. Вводишь тут же доменный адрес в строку браузера, и открывается приложение. Пользователи в приложении среди общего трафика делят в приложении 1%, в мобайл-веб 16% в медиаметриксе. То есть в приложении очень немного пользователей пользуются. При этом больше установок на платформе iOS. Где-то 65% пользователей пользуются с айфонов, и 35% с устройств с операционной системой Android. Показатели приложения. Вот они открыты, достаточно хорошая ретеншн. Я спрашивала просто цифры средние по рынку, и возврат пользователей достаточно высокий. Среднее время сессии порядка двух минут. На iOS-устройствах сессия короче, чем у Android-устройств. Я уже говорила, что не знаю, с чем это связано. Может быть, пользователи Android все-таки читать очень любят. И у пользователей Android-устройств сессий в день меньше. 3,3 у Android, и 3,9 у пользователей айфонов. Контент в медиаметриксе вы можете сейчас на данный момент получать через веб, пользуясь приложением, мобильным браузером, на айфоне, на планшетах. У нас есть специальная версия для телевизоров. Можно читать новости через Twitter. Или вы можете подписаться на рассылку, которая будет приходить к вам на почту. Вот еще есть такая очень интересная история. Может быть, тоже кто следит за новостями, я читал, наверняка смешники точно знают про котиков и пингвинов. Появляется новость, допустим, на ленте. На нее достаточно большое количество переходов. Смешники следят за этими рейтингами. И потом бедные копирайтеры, наверное, не курят, кофе не пьют, ничего не делают, упражняются в написании заголовков. Потому что это дает, все эти темы такие дают неплохой трафик. Непонятно, откуда они все-таки, почему вот эту новость нужно вытягивать, кто ее придумывает вообще, что именно вот это сейчас пойдет. Но это, наверное, больше к издателям вопросы. Успех в экспериментах. У нас постоянно обновляется сервис и живет такой бодрой жизнью. Готова на ваши вопросы ответить. Спасибо. Есть. Один есть вопрос у нас. Где взять денег, я помню. Я сейчас, пока вы говорили, скачал ваше приложение и заметил, что там относительно маленькое количество новостных ресурсов. То есть я там вижу, что там Live News, Россия, один, и там какой-то Аш, Аш Тудэй еще есть. И хотел бы вынести вас вовремя того, когда там появится НТВ. Там есть НТВ. Я не видел. Просто пользователи социальных сетей, вероятно, больше читают другие какие-то СМИ. И он находится внизу по рейтингу. Если вы видите, то там 3000 страниц. Ужасно. В общем, меня, кстати, принесло то, что идея вполне оригинальная, но в плане дизайна надо переходить на более упрощенный, так, чтобы был текст и картинка. Как в ДОСе, да? Людям прямо узнается, когда картинка, их прям, ох, картинка, надо кликнуть. Хорошо, спасибо за ваше мнение. Мы обязательно ждем. Спасибо большое. Но, с к сожалению... Скажите, пожалуйста, вы какими системами меряете до ретеншн и прочее в вашем мобильном приложении и показателе? Лури. И правда, короткий вопрос. Спасибо большое. Продолжить секцию я сюда приглашаю... Аплодисменты Екатерине. Спасибо.